Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Кратенько пробегимся по вашим комментариям и упоминаниям, а на некоторых остановимся специально. Натали 5 минут написала, чистка печени, масло не идёт. Она написала, кажется, только вы можете направить меня по правильному пути, чтобы поправиться, и убедилась в этом после вчерашнего сна. И далее. Я вас вчера во сне видела. Если вы видели меня во сне, скажу, как я это понимаю, а как вы понимаете, это уже ваше дело. Я всего лишь навсего отражение более высокой сущности, которая имеет гораздо большие способности, возможности и прочее, 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 прочее. Я тут так, по мелочам, грубо говоря. Вот, и если вам приснилась вот эта вот, как бы сказать, сущность в моём обличии, так, но она поработает с вами довольно-таки хорошо. Поэтому не то, чтобы вы её там слушаете, в любом деле вы свой собственный ум подумаете, что, чё и как. И используйте то разумное, что согласуется, допустим, с вашим умом и показанным там, допустим, во сне или какими-то там советами. То есть такой феномен есть, от него, как говорится, не деться, понимаете, как хотите. Я примерно вот так вот высказал. Ну, фишка написала, ческопечень и масло не идёт. Кстати, у меня были жёлтые белки глаз, жёлтизна какая-то неровная была. Я ещё вопрос задавал где-то под видосом. А сейчас смотрю, нет жёлтизны, ушла. Браво, Геннадий Петрович, благодарю. Здесь на канале есть раздел, по-моему, называется «Самодиагностика». Поинтересуйтесь, важно не то, что сейчас вот кругом диагностические там какие-то центры, давай там кровь сдавать, давай там ещё что-то там сдавать и прочее, прочее, прочее там будут использовать. Есть такое понятие, как самодиагностика. И один из видов диагностики – это по глазам. В частности, допустим, по цвету. Если у вас слишком жёлтые белки глаз, это говорит о том, что у вас в организме слишком много желчных шлаков. А это говорит о том, что с печенью у вас и с желчевыводящими путями непорядок. И как только вы всё это дело приведёте в норму, то у вас исчезнет вот эта вот жёлтизна с белков глаз, нормализуется цвет. А попутно, вот почитайте, что ещё фишка там рассказывала, то есть расстройство печени указывает на многие другие расстройства в работе организма. И как только вы нормализуете работу печени, то у вас сразу же начинают отваливаться и все сопутствующие там заболевания, недомогания и прочее, прочее. Вы становитесь более здоровым человеком. О чём фишка и сообщает. А заодно хочу сообщить следующее, что чисток печени вообще-то, и даже больше так сказать, нормализации работы печени довольно-таки много методов. И не надо упираться только в масло с лимонным соком. Есть другие методы, мягкие, щадящие, более длительные, но действующие очень и очень хорошо. Описаны, часть из них описана в книге «Без очищения нет исцеления», и вы можете воспользоваться этой книгой бесплатно, почитать, посмотреть и подобрать для себя приемлемое. Ну такой вопрос Кира Иванова. Хотелось бы узнать, кто чистил печень и выходили холестериновые камушки. Какой холестерин в крови был у вас? Это уже определяется, естественно, только лабораторно. Возможно, это связано, естественно, это связано. Если высокий холестерин, то стоит чистить печень, а низкий. Зачем её чистить? А дело тут не связано, как бы сказать, чистка печени – это нормализация функций организма. Особенно тех, которые совершаются в печёночке. И если у вас был высокий холестерин, или если был низкий холестерин, это всё говорит о том, что у вас неправильно работает печень. И вот после чистки печени как раз у вас будет нужный, правильный холестерин. То есть мы чистим не для того, чтобы вот это вот с холестерином какие-то манипуляции сделать, а мы чистим для того, чтобы нормализовать работу организма. Особенно тех функций, которые совершаются у печени. Вот ещё очистки печени. Ирина Алтухова. Чищу печень маслом с лимоном. Выпитое масло стоит колом в желудке и в пищеводе не переваривается до утра. Делаю всё, как вы рекомендовали, по чистке печени. Не первый год чищу, как добиться чёткого переваривания, как раньше. Значит, я рассказал, что, что и как. Вот она дальше продолжает. Я не унываю. Мне надо найти причину, почему масло не переваривается долго. Аж до утра сидит в желудке. Это хорошо, что она ещё в желудке сидит, а не это, не, 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 в виде рвота не выходит наружу. Всё делаю и паразитарка, и кишечник, и трава, и грелка, всё как положено. Желудок не хочет принимать, наверное, постарело. Метаболизм метом не тот может нервишки. Вот смотрите, всё может быть. И теперь дальше. Если человек уже там много лет чистит печёночку, профилактически. Вот смотрите. Когда вы начали оздоравливаться, печёнку желательно почистить. Вот сразу вы начали, допустим, весной, грубо говоря, там. И примерно через неделю, через две недели вы её чистите. Как минимум раза четыре, а так можно пять-шесть даже. В печени имеется четыре доли. И примерно за один раз хорошо очищается одна доля. Поэтому, грубо говоря, конечно, могут и все четыре очиститься там. Как там получится. Все мы, опять-таки, индивидуальны. Но, грубо говоря, поэтому используются четыре чистки. Что одна доля там очищена, потом там другая. То есть масло там прошло или не прошло. Там желчегонный эффект там был. Вот. Ну и смотрите. Вот смотрите. Вы сделали, допустим, четыре чистки. И на четвёртую у вас вышло, ещё вышло много камней. То есть, допустим, в первую вышли, во вторую вышли, в третью там вышли. В первую много. Потом, допустим, чуть меньше-меньше. Но, тем не менее, в четвёртую тоже вышло. И вы видите, что их достаточно вышло много. Значит, это говорит о том, что ещё надо почистить. Вы делаете пятую чистку. Чувствуете? Вышло, допустим, в два раза меньше, чем четвёртую чистку. Но ещё есть. Вы делаете шестую. И в шестую, вы видите, там, грубо говоря, практически там ничего не вышло. Два-три камушка. Всё. Вот тут стоп. Чистка окончилась. Не надо больше там усердствовать с этим там маслом, лимонным соком и так далее. С этими травками предварительными. И в следующий раз вы профилактически это делаете через год весною. Всё. Больше не надо. Естественно. Естественно. Что, допустим, вот в данном случае происходит? А в данном случае происходит следующее. Что? Человек стареет. Человек стареет. Его пищеварительные способности уменьшаются. И то, что раньше вы могли выпить, грубо говоря, вот я вначале там выпил чуть ли не 300 грамм этого масла и 300 грамм сока. И как дало там это. Я теперь тоже, если 100 грамм выпью масла этого, то это очень хорошо для меня. А так, я помню, последняя чистка, это где-то было от 50 до 100 грамм масла. Больше я не смог. Организм уже не может действительно вот такое количество масла принять и усвоить. И оно тут уже стоит у него. Это уже не нормально. Это уже такие чистки лучше не делать. Либо же, как я говорил, вся эта чистка растягивается. Вы буквально-таки глоточек делаете. Следующий глоточек совершаете через час. Следующий через час. Примерно вот такие вот. Чтобы оно успело пройти. Потому что когда сразу большая масса попадает в желудок, ну, не может организм это все, как бы сказать, усвоить, пропустить через себя. А вот когда вы это употребляете, значит, по-малому, через большие промежутки, вот тут она еще все это дело, грубо говоря, проталкивается. Можно таким образом поступать. А можно совсем по-другому. Значит, это уже чистка, грубо говоря, не для вас. Хотя, если вы будете правильно питаться, вам не понадобится в дальнейшем особо никаких чисток. Все будет работать само. Но для этого должно быть правильное, умеренное питание, физическая нагрузка, и все будет нормально. А если вы еще там голодать будете, то вообще отлично будет. Ну, это так, к слову. Так, смотрите. Вернемся к чисткам печени. Существуют другие виды чистки печени без применения, там, допустим, того же масла. Хотя с маслом, вот смотрите, такая чистка, как просто-напросто. Утром натощак вы выпиваете столовую ложку оливкового масла, там, или подсолнечного масла, с утра, чтобы, как бы сказать, обеспечить вот этот желчегонный эффект, чтобы у вас все это там было. И она потихонечку там работает. И так вы, грубо говоря, попринимали недели две. Да и прекрасно будет. Теперь немножечко поговорим о безмасленных чистках печени. Это с помощью, там, сиропа отвариваете свеклу. Как отваривать все это? В книге описано «Золотые правила питания». Ну, вот там, по-моему, отец, это, рецепт отца, там, Георгия. Ну, вот, свеклу отварили, и, значит, потихонечку там пьете. Ну, там, более-менее там все это рассказано. Вы можете использовать соки. Вы можете там использовать еще там какие-то есть чистки. Я уже так не упомню. Ну, там все описано. И они тогда растягиваются во времени, приятные для применения. Не требуют каких-то таких, знаете, энергетических затрат организма. Не вызывают вот этих всех процессов, кризисных этих явлений. Что надо, все это тут вываливается там. Снутри организм трясет. И, ну, у кого как, особенно в первой очистке. Вот, ничего этого не будет. Вы мягенько пьете, все это дело у вас делается, все это дело чистится. То есть поступайте вот таким вот образом. Особенно пожилому человеку. Ну, не может уже организм сделать ту или иную процедуру, которую он мог легко и просто сделать в 30 лет, в 40 лет даже, допустим, в 50 лет. Ну, уже не может. Значит, вы переходите на другие. То есть будьте разумны. Ну, на этой ноте закончим прочистку. Кстати, очень много про чистку рассказывается в моих книгах, примерах и так далее, и так далее. Вы их как-то почитайте. Очень, очень много людей чистила печень. И более того, что некоторые подчеркивают, что, говорят, настолько эта чистка была в 90-е годы распространена, что, говорит, чистились целыми подъездами. От мала до велика. Только опачки. И печенку почистили. То есть люди видели, что выходит. Это их воодушевляло. Самочувствие менялось. И они вот таким вот образом поступали. Нам надо в любом случае использовать свою собственную голову для того, чтобы получать пользу, а не наносить себе никакого вреда.